Александр Иванович Куприн. Чудесный доктор. Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Всё описанное мною действительно произошло в Кеве лет около 30 тому назад. И до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдёт речь. Я, со своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории, да придал устному рассказу письменную форму. Гриш, а Гриш, гляди-ка, поросёнок-то смеётся, да, а во рту-то у него, смотри, смотри, травка во рту. Ей-богу, травка, вот штука-то! И двое мульчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих лам, возвышались целые горы красных крепких яблок и апельсинов. Стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу. Протянулись на блюдах, уродливо разенув рты, выпучив в глаза огромные копчёные и маринованные рыбы. Ниже, окружённые гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала. Бесчисленное множество баночек и коробочек с солёными, варёными и копчёными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую, оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью. Поручению, окончившимся так неожиданно и так плачевно. Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дёрнул брата за рукав и произнёс сурово. «Ну, Володя, идём, идём! Нечего тут!» Одновременно подавив тяжёлый вздох, старшему из них было только десять лет. И к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей. И, кинув последний влюблённо-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели ёлку, которая издали казалась громадной гроздью ярких сияющих пятен. Иногда они слышали даже звуки весёлой польки, но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль – остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу. По мере того, как шли мальчишки, всё малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие ёлки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, виск полозьев, праздничное оживление толпы, весёлый гул окриков и разговоров, разрумяниные морозом смеющиеся лица нарядных дам – всё осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные, неосвещённые косогоры. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Низ его, собственно, подвал был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов, естественной помойной ямой, они спустились вниз в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили её. Уже более года жили мерцаловы в этом подземелье. Оба мульчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрёпкам, сушившимся на протянутой через комнату верёвке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс, настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи. Её лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые и блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщаясь, надрываясь и захлёбываясь, грудной ребёнок. Высокая, худая женщина с измождённым, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтём качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли, и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назвать своё встревоженное лицо. — Ну, что же? — спросила она отрывисто и интерпеливо. Мальчики молчали, только Гриша шумно выдер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата. — Отнесли вы письмо? — Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо? — Отдал сиплом от мороза голосом, — ответил Гриша. — Ну и что же? Что ты ему сказал? — Да всё, как ты учила. Вот говорю от Мерцалова письмо от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал. — Убирайтесь вы, — говорит, отсюда. — Сволочи вы! — Да кто же это? Кто же с вами разговаривал? — Говори толком, Гриша. — Швейцар разговаривал. Кто же ещё? Я ему говорю, — Возьмите, дяденька, письмо передайте, а я здесь внизу ответа подожду. А он говорит, — Как же, — говорит, — держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать. — Ну а ты? — Я ему всё, как ты учила, — сказал. Есть, мол, нечего. Машутка больна, помирает. Говорю, — Как папа место найдёт, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит. Ну а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит, — убирайтесь скорее отсюда к чёрту, чтобы духу вашего здесь не было. А Володьку даже по затылку ударил. — А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата и почесал затылок. Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал, — Вот оно, письмо-то. Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца, да короткое, частое дыхание маршрутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад, — Там борщ есть, от обеда остался. Может, поели бы, только холодный, разогреть-то нечем. В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающие в темноте дверь. Мать и оба мальчика, все трое, даже побледнев от напряженного ожидания, обернулись в эту сторону. Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки обрепли вокруг десен, точно мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах. В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц, занято уже другим. Началась отчаянная судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залога-перезалог вещей, продажи всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка. Теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжить откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство-машутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча унижаясь повсюду. Елизавета Ивановна ходила к своей барине, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца. Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул поглубже на лоб свою истрепанную шляпу. «Куда ты?» – тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявший уже за ручку двери, обернулся. «Все равно сидением ничего не поможешь», – хрипло ответил он. «Пойду еще хоть с милостыню попробую просить». Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь ему овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыни он уже пробовал это средство сегодня два раза, но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй его обещали отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие в стороживший сад вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. Вот лечь бы и заснуть, думал он, и забыть о жене, о голодных детях, о больной маршрутке. Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове, но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь? Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение. Но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее, сначала был виден огонек, то вспыхивающий, то потухавшие сигареты. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил, «Вы позволите здесь присесть?» Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжении которого незнакомец курил сигарету, и Мерцалов это чувствовал искоса, наблюдал за своим соседом. «Ночка-то какая славная!» — заговорил вдруг незнакомец. «Морозно, тихо! Что за прелесть! Русская зима!» Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь. А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, продолжал незнакомец. В руках у него было несколько свертков. Да вот по дороге не утерпел. Сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо. Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком. Но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками, задыхаясь. «Подарочки! Подарочки!» Знакомым ребятишкам подарочки. А я, а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают. «Подарочки!» У жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел. «Подарочки!» Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется, уйдет. Но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном. «Подождите! Не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку, как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас». В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же, без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристально заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил в свое место, схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал. «Едемте», — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. «Едемте скорее. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте». Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязной, замаслившейся подушке. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чагунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в стромодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении. «Ну, полно, полно, голубушка!» – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. «Вставайте-ка, покажите мне вашу больную». И точно так же, как недавно в саду что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям. Володя раздувала за всех сил самовар, Елизавета Ивановна оборачивала маршрутку согревающим компрессом. Немного погодя явился Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахар, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, которую он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие, изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал, вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку. Давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание. Продолжайте согревающий компресс. Кроме того, хотя бы вашей дочери сделалось лучше, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа. Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот. А главное, не падайте никогда духом. Пожав руку Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре и кинулся вслед за ним. Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад. Доктор, доктор, постойте, скажите мне ваше имя, доктор, пусть хоть мои дети будут за вас молиться. И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес. «Э, вот еще пустяки выдумали. Возвращайтесь-ка домой скорей!» Когда он возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля на аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством. Четкой рукой аптекарь была написана по рецепту профессора Пирогова. Я слышал этот рассказ неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мной сочельник проливал слезы, закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез. С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место. Маршрутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор. Это когда его перевозили мертвого в его собственное имение вишню. Да и то не видели, потому что то великое, мощное, святое, что жило-горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.